Всем привет! С вами Глория Рай и это новости, слухи и обсуждение эфиров телепроекта Дом-2 на сегодня. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Приятного прослушивания! Ольга Рапунцель призналась, что давно в курсе чувств Иосифа Аганисяна. Вот уже несколько дней, как Иосиф Аганисян и Дима Дмитренко устраивают разборки то на кухне дома «Спаси свою любовь», то на семейном совете и у каждого из участников реалити-шоу своя версия происходящего. Пока Александра Чернода и сам Аганисян обвиняют Дмитренко в зависти, у Димы и Оли иная точка зрения. Еще недавно семейство брендов посягало на место Иосифа во втором этапе конкурса «Человек года». А вот теперь все дело в этом, уверен Дима, в симпатии Аганисяна к чужой жене. Более того, Ольга, оказывается, знала о чувствах Иосифа. Оба супруга убеждены, Иосиф третирует их из-за ревности. Якобы молодой человек спит и видит, как бросит Сашу Черну. И все ради того, чтобы воссоединиться с Рапунцель. После фото в купальнике участница Дома 2 Марину Африкантову назвали копией мамы. Фанаты Марины Африкантовой уверены, что она очень скромная девушка. Помимо этого, ей чаще всего стыдно за не очень приличное поведение своей мамы. Однако в последнее время Марина совершает такие поступки, что пользователи соцсетей решили, что Марина не ушла далеко от своей матери. Так девушка очень сильно разочаровала своих фанатов, когда разместила свое фото в купальнике. Одни решили, что Марина сделала такой поступок ради хайпа, а другие подчеркнули, что она просто такая же, как ее мама. Что подразумевало таким фото Африкантова младшая, никто так и не понял. Девушка написала под своей публикацией, что жесть прекрасна. Но некоторые пользователи сети подчеркнули, что она слишком сильно показала свои зубы, а в целом снимок очень неудачный. Были и те, кто говорил именно о купальнике. Большинство сделало вывод, что он просто-напросто блондинки маленький. Хейтеры заявили, что если Марина Африкантова продолжит в том же духе, то рискует остаться без своих преданных фанатов. Ведь именно за скромность ее любили многие. Алена Савкина в очередной раз оскорбила Влада Кадони. Во время последнего эфира Бородина против Бузовой, ведущий Кадони вывел Алену Савкину из себя, за что выслушала девушке тираду оскорблений в свой адрес. Началось все с того, что ведущий обвинил Алену в некрасивом поведении по отношению к Роману Макееву. Так Влад подчеркнул, что Алена сперва заставила Рому развестись со своей бывшей женой, а теперь, когда семья разрушена, не желает строить отношения с парнем, оставив его ни с чем. В ответ Савкина назвала Кадони лицемером, который регулярно подставляет ее на шоу, а также намеренно искривляет события, подавая их в нужном ему свете. Но ведущий прошелся не только по Савкиной. Влад отметил и алкоголизм самого Макеева, и недостойное поведение Ильи Ябарова как отца, и Настю Иванову, которая подбирает неудачников проекта. Также Кадони ехидно пошутил в адрес Анастасии Голд, которая принимает ухаживание от Ильи Ябарова. Кстати, Голд не спешит сближаться с Ильей Ябаровым. Все жертвы Ябарова и вся колоссальная работа по собственному переспитанию может не принести успеха и желанного результата. Настя Голд, хоть и объявила себя парой с Ильей, вовсе не торопится отправляться за Блодохин. Вместо этого она продолжает требовать от избранника новых перемен. Например, сейчас он начинает бороться с никотиновой зависимостью. Илья попробует бросить курение. Настя Голд заявила, что запах никотина делает ее раздражительной. Илья заверил, что постарается избавиться от вредной привычки, чтобы порадовать свою девушку. Для Ильи, который продолжает вести почти здоровый образ жизни, наступают непростые времена. Сам Ябаров, правда, бодрится и уверяет, что его совсем не напрягает тот факт, что приходится бегать по утрам. Кроме того, мужчина держит себя в руках и не злоупотребляет виноградными напитками, не флиртует с участницами, в общем, превращается в совершенно другого человека. Только зрители не верят в реалистичность перемен. Многим кажется, что Илья совсем скоро сорвется, так как в последнее время он как-то слишком загрустил, не шутит, не поет, а вести правильный образ жизни ему непривычно и явно удовольствия не доставляет. А отсутствие волшебства и вовсе может испортить настроение. Стоит отметить, что даже согласие Насти объявить себя парой Илья добивался почти три месяца. Так что девушка совершенно не торопится ему сдаваться. Тем не менее, она уверяет, что все-таки испытывает чувство к участнику, просто не может ему полностью доверять. Уж слишком любвеобильным был Ебаров до сих пор. Алене Савкиной запретили делать пластические операции. Несколько недель назад счастливая Алена объявила о том, что готовится сразу к двум пластическим операциям, поэтому очень скоро у нее появятся новые нос и грудь. Участница активно принялась рекламировать домовских спонсоров, рассказывая о замечательных докторах и предстоящих операциях, после чего зрители сразу догадались, ради чего эта дама затеяла скандалы с тихим Романом Макеевым, ведь преображение необходимо отрабатывать. Однако все старания Алены оказались напрасными, ведь как только хирурги получили результаты ее анализов, в операции сразу отказали. Как сильно я была возмущена и расстроена, когда, посмотрев мои анализы, врачи отказали мне в операциях. Сперва я ругалась, потом плакала и умоляла, а в итоге поняла, что все к лучшему, поведала молодая мамочка. Но напрасно обрадовались хейтеры, призывающие Савкину для начала посетить стоматолога, а потом думать о большом бюсте. На самом деле операции не отменены, а всего лишь перенесены на несколько недель. У меня киста в груди, она маленькая, но операция пока откладывается, потому что нужно пройти обследование у врачей и понять, нужно ли ее удалять, или она сама уйдет. Я не чувствую боли и дискомфорта. Вообще сказали, что это нормально для мам, которые кормили грудью. Я сейчас пью таблетки, каждую неделю езжу по врачам, сдаю анализы. Кроме того, за три дня до назначенной операции у меня поднялась высокая температура. Пришлось все отложить, потому что для того, чтобы перенести наркоз, нужен хороший иммунитет. Лечение займет еще около двух недель, рассказала Алена о том, что не будет озвучено в эфирах. У самой же Савкиной появилась надежда, что в Новый год она все-таки войдет с новым носом и привлекательной грудью. Маленькой Василисе Дмитренко объявили бойкот в детском саду. Несколько дней назад счастливая Ольга Рапунцель сообщила подписчикам Великолепная новость о том, что они нашли для своей дочери замечательные ясли рядом со съемочной площадкой. Теперь девочка каждый день будет посещать дошкольные учреждения и общаться со сверстниками. Также с ней будут заниматься профессиональные педагоги, обучать ее всевозможным навыкам и развивать творческие способности. Молодая мать даже опубликовала небольшой ролик, в котором ее дочка пыталась самостоятельно кушать. Это очень обрадовало зрителей, которые всегда считали, что скандальный телепроект не подходит для маленьких детей. Но события, которые произошли после того, как Василиса впервые побывала в частном садике, могут заставить ее родителей отказаться от услуг заведения, либо руководство из слей попросит супругов Дмитренко поискать для дочери другое место. Дело в том, что родители, чьи дети посещают тот же садик, прознали о новой воспитаннице, после чего буквально атаковали официальный сайт заведения с требованием убрать девочку у популярных родителей. Вот такую злую шутку сыграла прошлая Ольга с ее же дочкой, хотя она искренне верила, что народ давно позабыл о том, как она трудилась перед веб-камерой. Мама и папа малышей уверены, что Василиса несет опасность для их детей, так как абсолютно социально не умеет общаться с другими детьми. К тому же у нее нет прививок, да и с первых месяцев жизни она находится в рассаднике заболеваний. В итоге администрация детского сада закрыла комментарии на сайте, где разгорелась самая настоящая война. Ольга и Дмитрий пока никак не прокомментировали эту ситуацию, а многие зрители искренне жалеют малышку, а также надеются, что родители Василисы наконец-то сделают выводы и поймут, что их репутация может в дальнейшем принести ребенку еще больше вред. Родители воспитанников детского сада требуют провести санитарную обработку, а еще лучше исключить Василису из садика, ведь такой родословной девочке якобы не место в приличном обществе. Впрочем, нашлись и те, кто посочувствовал малышке. Как выяснилось, большинство телезрителей считает Василису ни в чем не виноватой. Правда, и они убеждены, с такой матерью девочку ждет участь изгоя. На сегодня это все новости Дома-2. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok